Кремль старается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Спонсируются пророссийские митинги, поддерживаются пророссийские силы. Продолжаются попытки переправить Кишинев представителей незаконной ЧВК «Багнер». На прошлой неделе в пассажирском потоке одним из рейсов, который прибыл в Республике Молдова, был выявлен гражданин, который представил паспорт Российской Федерации. Удалось моим коллегам с первой линии выявить то, что он является, возможно, является представителем частной военной компании. Не буду называть ее имя. В Комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку парламента Молдовы заявили, что спецслужбы страны выяснили, пророссийская партия ШОР планировала массовые акции, которые по ожиданиям Кремля должны были перерасти в беспорядки и кровопролитие. Молдавские правоохранители также конфисковали около 250 тысяч евро, которые предназначались для выплат протестующим. Данные протесты мы видим как еще одну попытку дестабилизировать политическо-социальную ситуацию посредством манипуляции человеческого сознания через действительно средства, которые мы можем интерпретировать как гибридные средства, чтобы, так сказать, повернуть политическую ситуацию. Раскачать ситуацию проплаченными митингами вряд ли удастся, уверены в украинском посольстве в Молдове. Ведь Кишинев давно выбрал проевропейский курс. И особенно после начала российского полномасштабного вторжения России в Украину стал на путь диверсификации в борьбе с российским влиянием, которая в случае промедления может привести к плачевным последствиям для государства. Революции за деньги не устраиваются. Революция или то, что они называют революцией, любые заворушения. Да, можно устроить за деньги дестабилизацию, но за деньги невозможно поменять власть в стране. Для этого должна быть поддержка большой части населения. А основное масса населения в Молдове все-таки настроено проевропейски. Местные жители собираются на митинги против пророссийских протестов. Да будет мир на Украине! У нас все будет ******! Исторически говоря, я думаю, что будущее Молдовы в Европе, ну, это, думаю, что, как сказать, thoughts, thoughts, how do you... Мысли? Мысли, ну, мысли нашей генерации, думаю. Молодежи вы имеете? Молодежи, ну, да, думаю. Европейская, не пророссийская. И никогда не буду рядом с страной, которая начала войну против другой мирной страны. Никогда. Проевропейская. Про Европу и вперед, как говорится. Евроинтеграция – единственное спасение от российской экспансии для Молдовы. Президент страны Майя Санду заявила, что республика должна стать полноправным членом ЕС к 2030 году. То, что мы понимаем, мы получили статус страны-кандидата в контексте войны, в контексте украинского усилия и борьбы против агрессора. Ну, мы, так сказать, тоже приложили посильные усилия. Для нас важно с Украиной вперед идти вот по этому пути европейской интеграции. Пока вооруженные силы Украины самоотверженно сдерживают российскую армию, Кишинев, понимая, что выигрывает время, ужесточил наказание за сепаратизм. Кроме того, Конституционный суд страны должен рассмотреть законопроект о запрете пророссийской партии ШОР.